Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 То ли все как раз наоборот может быть. В таком ключе с украинской власти полностью снимается ответственность за неподписание стамбульских соглашений. Оказывается, что Зеленский и его команда хотели, стремились, были готовы. Им необходимо было чуть-чуть поддержать или хотя бы не мешать. Но соглашения не были подписаны, и война продолжилась только потому, что Джонсон, Нуланд, все остальные сказали, что необходимо дальше воевать. Это меняет немного образ восприятия Зеленского, то есть восстанавливает ему частично одежды миротворца. Говорит о том, что с Зеленским можно договариваться. Если договорится с США и Британией, то он согласен, он был согласен, понимаете? Может быть, Нуланд не догадывается, что это имеет еще такой эффект, потому что она думает внутри американской логикой. Выборы все же идут. Но это имеет и обратный эффект. Параллельно на фоне хочу обратить внимание, что Путин в очередной раз на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия готова договариваться, используя за базу Стамбульские соглашения. Расшифровывая на человеческий язык с дипломатического, это означает, что Россия готова и дальше требует политической части Стамбульских соглашений. Напомню, там сокращение вооруженных сил Украины, ракетных систем, авиации и всего остального, фактически буферная зона по новой границе. Там нейтральный статус Украины, которая должна отказаться отступления в военные блоки. Там вопрос, возможно, русского языка, какой-то культурных вещей. Там, возможно, вопрос запреток части правых организаций в Украине. Россия на это согласна. Но это называется база Стамбульских соглашений. Плюс Россия сейчас требует территориальных уступок, которых в Стамбуле не было. Сейчас Россия требует, фактически, передать ей территорию четырех украинских областей и автономной республики Крым. Вот что называется на базе Стамбульских соглашений. И вот Бунулан пытается бить по этой базе. Сказать, что мы никогда, ни в коем случае не согласны. А если Трамп согласится, то это будет геополитическое поражение США, поскольку таким образом США признает российские достижения, кастрирует Украину, лишит ее военной мощности, ну и все-все-все остальное. Руслан, ну еще Путин в качестве дополнительного аргумента, если мы говорим о его выступлении на Восточно-экономическом форуме, он утверждает, что как раз вот эти Стамбульские соглашения, они были парафированы украинской делегацией. Тогда в Турции украинская делегация парафирована под председательством Арахамии. Возможно, но там есть какой-то подвох, потому что Арахамия говорит постоянно, а покажите с моей подписью документы. Говорит же Арахамия несколько раз. Говорит. Я думаю, что если бы там стоял подпись Арахамии, то он, наверное, бы так не парафировал бы. Там еще есть какой-то подвох. Возможно, там нет подписи Арахамии. Помните, как Путин демонстрировал какие-то там листочки, говорил, что вот это соглашение, он их демонстрировал, когда встречался с ним как Африка. Это соглашение мы уже все читали. Его опубликовала западная пресса. Перед первым глобальным саммитом мира полный текст этих соглашений или документа очень похожего на эти соглашения был опубликован. Но чьи там подписи есть? Может, можно там не Арахамии, а Чалый, например. Так может, украинская делегация необходимо показать какие-то подписи? Давно необходимо. Возможно, там не Арахамии, а Умерова подпись. Понимаете? Там есть еще какая-то хитрость в этой части, что позволяет Арахаме утверждать, что вот, а покажите. А вдруг свой автограф поставил Михаил Подоляк? А вдруг он левый... С неком переговором. Всяко может быть. А вдруг Арахамия подписал это левой рукой, и теперь оно не похоже на его настоящие подписи. Ну, мы шутим, конечно. Но вы понимали, почему Нулан поднимает сейчас этот вопрос. Это вопрос дискурса о будущем американском стратегическом курсе в отношении Украины и России, борьба уже с Трампом, попытка его ограничить. Но это может иметь обратный эффект в Украине для Украины, для президента Зеленского. Дело в том, что в последнее время вновь все закрутилось, завертелось вокруг этих стамбульских соглашений. Путин говорит об этих договоренностях. Нуланд их вспоминает. Украина говорит о другом документе, о плане победы. Это отдельная тема для сегодняшнего. Знаете, почему закрутилось? И не только это связано с американскими выборами. Потому что понятно, что будет новая администрация. Даже если Камала Харрис победит, у него будет новая администрация. И будут попытки что-то по-новому выстроить. Это закрутилось, как ни парадоксально, из-за того, что война прошла стадию тупика. Та стадия тупика, которая констатировалась заложным в прошлом году, осенью прошлого года, похоже, сейчас прошла. И мы снова подошли к стадии хрупкости. Когда, к сожалению, где-то под Курском или под Покровском могут сформироваться условия, при котором одна из сторон получит явное стратегическое преимущество. И поэтому эти разговоры интенсифицировались, поскольку никто не уверен в своей победе полностью, несмотря на всю риторику и браваду публичную. И каждый пытается на всякий случай подстраховаться. Раз. Во-вторых, подстраховаться возможным началом мирных переговоров. Для того, чтобы остановить ситуацию, которая развивается в негативном ключе. И, во-вторых, обострилась борьба за торговые потоки в мире. Особенно торговые потоки между Россией и Западом, которые идут через третьи страны. И эта риторика направлена, с одной стороны, попытка рубить эти торговые связи России, а с другой стороны, попытка России сохранить эти связи в виде того, что третьи страны, глобальный юг, поддерживают позицию России политическую. Россия декларирует готовность к переговорам в любой момент, но на своих условиях. Украина до последнего времени отказывалась от переговоров, потом настаивала над ним. После начала Курской операции снова отказывалась от переговоров. А сейчас мы говорим о том, что мы пригласим снова Россию на второй глобальный саммит мира. Более того, Шольц говорит, вот я добился от Украины согласия на то, что Россия будет приглашена на второй глобальный саммит мира. Вот идут вот такие качели, военно-дипломатические качели, которые, кстати, очень характерны современным воинам и не характерны были воинам прошлого настолько. По поводу канцлера Германии Олафа Шольца, он действительно говорит о том, что необходимо завершать войну как можно скорее. Настал момент ускорить завершение войны в Украине и начать обсуждение мирного соглашения с Россией. Я считаю, что сейчас именно тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира. Он также заявил, что провел переговоры с президентом Зеленским. И тот сказал, что выступает за присутствие России на втором саммите мира. Но Москва же уже неоднократно говорила о том, что вы там себе проводите второй саммит мира, третий саммит мира. Что хотите, то и делайте. Нам это неинтересно, мы не были на первом мероприятии. Москва не так говорит. Москва не так говорит. Москва говорит, ну если там будет украинский план, то нам это все неинтересно. Это все ваши игры. Мы не готовы обсуждать формулу мира Зеленского. Радуйте друг друга, Украина и западные партнеры. То есть мы не готовы обсуждать украинский мирный план. Но если там будут другие мирные планы, другие идеи, то возможно и да. Хочу вам обратить в связи с этим внимание на визит индийского советника по вопросам безопасности в Москву. То есть несмотря на то, что с 10 по 12 сентября этого года в Москве и так уже проходит заседание по вопросам безопасности стран БРИКС. И там уже и так будет индийский представитель, не в Москве, прошу прощения, в Петербурге, в президентской библиотеке имени Ельцина на Сенатской площади будет проходить это совещание по вопросам безопасности стран БРИКС. Это подготовительное мероприятие к саммиту БРИКС в России. Но отдельно едет представитель, советник по вопросам безопасности индийского премьер-министра, индийского правительства в Россию. И скорее всего это связано с украинским предложением провести второй глобальный саммит мира в Индии. Индия не сказала ни да, ни нет Украины. Индия сейчас, скорее всего индийский советник по вопросам безопасности едет в Москву для того, чтобы узнать на каких условиях, с каким повесткой дня Москва согласна было бы принять участие во втором глобальном саммите мира. Сейчас Москва выдвинет, скорее всего, набор условий. Свой мирный план, как требование рассматривать ее мирный план на этом саммите. С этим обратно поедет этот посыльный, челночный дипломат от Индии. И эта повестка дня будет передана в Киеве западным союзникам. Примут они или не примут, это определит в свою очередь эту повестку дня, или хотя бы частично примут. Это и определит позицию Индии, будет ли она готова проводить второй глобальный саммит мира, или не будет готова проводить второй глобальный саммит мира. Но эта челночная дипломатия с использованием Индии, с этой интригой в отношении того, что второй глобальный саммит мира может пройти в самой Индии, она продолжается. Если окажется неуспешной, тогда ждем китайский глобальный саммит мира, условно говоря, и украино-американский глобальный саммит мира. Две разные платформы, обсуждающие один и тот же вопрос, только кто-то со стороны хвоста, а кто-то со стороны хобота. Все. Получается, что по состоянию на сейчас может сложиться такое впечатление, что Индия перехватывает инициативу Китая в этом переговорном треке, и теперь на авансцену выходит такой себе индийский лихуэй. Может быть. Но если Украина согласится обсуждать хотя бы на одной платформе, чтобы обсуждали российские предложения и предложения стран глобального юга, если Украина не согласится на обсуждение российских предложений и предложения стран глобального юга, то о каком-либо объединительном мероприятии, объединительной конференции речь, конечно, не будет идти. В свою очередь президент Зеленский рассказал, что во время встречи с делегацией Конгресса США Виталий обсуждал определенные детали плана победы для Украины, который полностью будет представлен президенту США Байдену, а также кандидатам в президенты Трампу и Харрис. Мы помним, что президент Зеленский, выступая на заседании в Рамштайне, призвал Запад сделать все для того, чтобы война закончилась этой осенью, но по правде говоря, когда начали поступать те или иные данные по итогам Рамштайна, то, субъективно говоря, все вот эти призывы Зеленского к Западу, ну они выглядят как диалог слепого с глухим. Смотрите, Рамштайн принес в копилку очередные какие-то пакеты помощи, но не принес стратегических решений, которые могли бы поменять баланс между Украиной и Россией. Я сейчас вам немножечко расскажу о украинском плане мира, не о десяти шагах президента Зеленского, а о украинском реальном плане мира, с которым сейчас, наверное, президент поедет в Вашингтон, как я его понимаю, из того, что ко мне доходит, какая информация. Этот план достижения мира, предусматривает на самом деле победу Украины в войне над Россией. То есть достижение мира через победу Украины. Он так и называется. Этот план. Каким образом возникает вопрос? Следующим образом. По мнению и по предложению украинской стороны, Запад должен, во-первых, разрешить удары вглубь российской территории дальнобойными западными ракетами. Украина надеется уничтожить фактически на европейской части России все ключевые военные базы, аэродромы, хранилища топлива и боеприпасов, включая с Москвой, за Москвой, Тула и все остальное через эти удары. Во-вторых, Запад должен прикрыть Западную Украину своими средствами ПВО, используя румынские и польские возможности, для того, чтобы часть средств ПВО украинских, Западная Украина, была переброшена на восток и могла прикрыть территорию Украины от ответных ударов возмездия с российской стороны, которые неизбежны в этой части. И Запад должен гарантировать на крайний случай возможность более активного наземного участия, прикрытия хотя бы части территории Украины для освобождения пехотных военных резервов, которые должны быть переброшены на фронт. Украина считает, что таким образом, проведя эту кампанию, параллельно удар будет по Крыму идти, по мосту, она создает ситуацию, при которой Россия исчерпает возможность вести боевые действия высокой интенсивности в Украине и начнет отступление с захваченных украинских территорий. После того, как Россия оставит все захваченные украинские территории, включая Крым, в Москве, или во время этого процесса, в Москве случится акт дестабилизации, так его назовем, и новое российское правительство, или обновленное российское правительство, подпишет соглашение о перемирии, после которого на стол ляжет 10 шагов президента Зеленска. — Это даже не план Майка Помпео, который мы с вами пару месяцев назад обсуждали, я помню, что в офисе президента, по-моему, тот же Подоляк сказал, вот его можно взять на вооружение, вот план Майка Помпео. — Можно, планов много всяких хороших, Помпео тоже, на самом деле, это как и Луланд, он просто борется с идеями Трампа. Идея Трампа другая. Мир за 24 часа, мы помним. — Это надавить на Россию через Китай и надавить на Украину одновременно для того, чтобы обе стороны согласились на перемирие, которое трансформируется в заморозку конфликта, которое трансформируется в новые непризнанные границы между странами, но стороны перестанут между собой воевать. — Это так, если параллельно будут коврижки финансовые, кому-то санкции, кому-то деньги на восстановление, и политические кого-то куда-то примут, например, в Европейский Союз. — То есть вот такой план Трампа очень прост, он умещается, не знаю, на полстранички текста концептуальных идей, потому что Трамп был готов рубить с плеча, а не выстраивать каких-то долгосрочных, очень больших, сложных концепций. — Трампу нет необходимости искать развязки финальной, Трампу необходимо немножечко притушить этот пожар, чтобы переориентироваться в будущем на Китай. Демократы же видели, что, не только демократы, часть вот этого евроатлантического мышления видели, что Линдси Грэм сказал. Они мыслят о другом, они говорят, слушайте, вот эти люди в Кремле сидят на минералах стоимостью 1 триллион долларов. Они бы помогли бы, они бы очень помогли бы в нашей экономике. Видели это? — Линдси Грэму не дают покоя полезные ископаемые. — Да, да, но они всем не дают покоя, нам тоже, нам бы тоже хотелось бы всего и побольше. Но вы это понимали, чтобы разность мышлений, то есть вот это евроатлантисты, они стремятся к нанесению поражения России, надеясь, что она не сорвется в ядерную, в ядерную месть. Потому что необходимо разделить эту глобальную сокровищницу, минеральную, все, что есть в России. Оно бы очень сильно помогло бы западным экономикам, очень сильно помогло бы восстановить рост стремительной Европы, Америки. А вот респы, именно респы, та часть, которая трампианцы, изоляционисты, они говорят, нет, 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 слишком опасно. Да и вообще с ними можно договориться. Наша сокровищница, мы будем делить Китай. То есть разная стратегия. Евроатлантисты хотят делить Россию, а изоляционисты хотят делить Китай. Вот почему вот такого рода разная риторика. Украинский план сегодня, то, что предлагает команда Зеленского, он ближе, он фактически проистекает от плана условных евроатлантистов. Он нацелен на нанесение поражения России с будущим изменением политического режима, управления этой страной и, соответственно, контроль над ресурсами, которыми она владеет. Руслан, скажите, пожалуйста, вот у этого плана есть какие-то временные сроки? Сейчас задача этого плана, помните, как мы возили 400 проектов в свое время в США, чтобы нас поддержали? Сейчас задача этого плана поддержать и увеличить финансирование, поддержать нынешний уровень, а желательно увеличить уровень финансирования военной поддержки Украины. Keep going. Просто, чтобы ситуация дальше двигалась, чтобы мы, ну, нам сейчас не хватает ресурсов, потому что линию фронта мы сами расширили, рискованно достаточно, и нам не хватает ресурсов. Нам нужно больше, больше военной техники, больше военной помощи и больше финансирования. Это минимальная задача. Максимальная задача это, и мы понимаем, что этот план не может быть реализован за 3-6 месяцев. Реализация этого плана требует, скорее всего, лет. Лет. Полноценная реализация. Даже если Запад скажет, ок, мы на все согласны, для того, чтобы выбить всю эту инфраструктуру, необходимо будут годы, с учетом того, что противник тоже будет активно противодействовать и наносить удары и по тебе очень активно. То есть, в принципе, это план на годы. Руслан, я буду сейчас максимально упрощать все, а вы будете меня поправлять по мотивам того, о чем вы сказали выше, относительно этого плана победы, плана Зеленского. Ну, предположим, Зеленский повезет этот план, покажет Байдену. Байден скажет, Владимир, слушай, я тут уже ухожу, мне уже оно все как бы надоело, я 20 января на покой, иди к Харрис. Харрис посмотрит. Ну, хорошо. Хорошо, Трамп, ну подожди, обсудим. Скажут, слушай, ну какая победа, да ты что, а как же красная линия, как это, а как то, а как все. Какой план будет дальнейший, если Байден скажет, мне актуально, Трамп скажет, я подумаю, Харрис тоже что-то ответит, но у меня их ответов не будет. Что дальше, какова дальше стратегия на случай неодобрения этого плана, скажем. Надежда минимум на то, что они скажут, а давайте еще дадим дополнительные пакеты помощи Украине, до января хотя бы. Надежда максимум на то, что именно вот такой хромая утка Байден, в ситуации, когда его уже не связывают обязанности перед избирателем, протянет какой-то новый законопроект или решение об увеличении помощи Украине, о дальнобойных ракетах и всем остальном, с надеждой на то, что Трампу будет сложно это отменить. Знаете, как потом в США сложно отменить, особенно если ты не имеешь под контролем Конгресс, особенно если ты играет на руку военному лобби, лобби в сфере ВПК. И есть небольшая надежда на то, что действительно будет что-то новое, прорывное принято с попыткой поставить Трампа, даже если он победит, перед фактом, перед ситуацией, которая уже сложилась. Отменить потом, это означает нарваться на обвинения в сотрудничестве с Россией, помните, импичменту даже Трампа пытались проводить по этой теме. Это в любом случае сложно. Вот в такую игру, мне кажется, играет банковая сегодня. Ну а по поводу Дональда Трампа, он якобы обиделся на высказывание Путина о том, что Россия поддерживает Камалу Харрис? Я не знаю, в штабе у Трампа был праздник, был буквально карнавал, венецианский карнавал, потому что мы видим, как они активно использовали это высказывание Путина против Камалы. И, ну я не знаю, видели ли вы в Твиттере кампании избирательной Трампа, вот это «Камала эндорсит байбукин», там, что-то вот такое, то есть поддержана схвалы, одобрена Путиным, одобрена Путиным, Камала одобрена Путиным. Трамп просто, ему надо было как-то прокомментировать, конечно, он не скажет, что супер Путин сказал классную вещь, он не может так сказать. Но, безусловно, республиканцы подхватили эту подачу Кремля, Кремль ее делал умышленно. Кремль будет сейчас обнимать Камалу как можно сильнее, потому что для Кремля, конечно, выгоден Трамп победа, более выгодна победа Трампа. Но с учетом того, какую кампанию против российских медиа, российского вмешательства в выборы президентские сейчас разворачивают США, напомню, там санкции, российские бутафермы, блогеры, которые работали якобы на РТ и все-все остальное, Кремль будет сейчас максимально обнимать Камалу. Ну, я рассказывал, технологии поцелуя Иуды. Иуда поцеловал Христоса для того, чтобы знали, что это Христос. Он его пометил. Вот то же самое сегодня пытается делать Путин. Он метит Камалу для того, чтобы сделать ее более токсичной для не самой умной, не самой такой внимательной политической части аудитории избирателей в США. Ну, давайте дождемся завтрашнего дня, когда состоится первый раунд теледебатов между Хрис и Трамп. Ну, видели, как рейтинги немножечко выровнялись. То есть, только мало явно было впереди, сейчас снова выровнялись. Может быть, и это имело эффект. Но, действительно, ситуация такова, что дебаты могут сыграть решающую роль между кандидатами. И я вижу, как дебаты волнуют оба штаба. Очень серьезно волнуют. Они сейчас выборы их стратегии и всего остального. Дебаты добавят еще 3-4% голосов могут каждому из кандидатов. Дебаты могут повлиять очень серьезно на вот эти неопределившиеся голоса и вот эти, знаете, приграничные штаты, колеблющиеся штаты. И они могут определить исход выборов. Поэтому смотрим очень внимательно. Руслан, по поводу федерального канцлера Германии Олафа Шольца я сегодня буквально за полчаса до начала нашего сегодняшнего стрима встретил публикацию, по-моему, в итальянской прессе о том, что Шольц готовит мирный план, который подразумевает сохранение за Россией захваченных украинских территорий. Олаф Шольц работает над планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров. Киев примет территориальные уступки, об этом пишет «Ля Република». Потрясенный разрушительными результатами выборов и все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение на выборах 22 сентября в Бранденбурге может вынудить его уйти в отставку, канцлер решил сделать ставку на украинский вопрос, чтобы выйти из затруднительного положения. Похоже на то. Это, наверное, первая война в истории Германии, которой немецкое правительство проиграло, не вступив в нее. Всякое бывает. Бывает и такое, действительно. Мы видели же, как в Тюрингии, в других землях Германии, насколько болезненным и сокрушителем стало поражение партии Шольца и его союзников по светофорной коалиции. И мне кажется, что одной из причин этого поражения стало то, что между Шольцем, условно говоря, и критикующими его и правыми и левыми категорически разный взгляд на войну в Украине, на российскую войну, российско-украинскую войну, на российское вторжение в Украине. И оппоненты выигрывают на этом фоне ярко, причем бесплатно практически, не прилагая особых усилий, не тратяя каких-то ресурсов. Они выигрывают избирателя благодаря этой теме. Не только этой, но и благодаря этой теме тоже. И Шольц сейчас попытается вырвать и у АДГ, и у других партий, вырвать вот эту тему миротворчества, которая популярна в немецком обществе. Немецкое общество очень не хочет воевать, в принципе. Очень прохладно относятся к втягиванию Германии в российско-украинскую войну, соучастие, очень прохладно относятся. Но дело в том, что как это Шольц сможет сделать, если Россия не захочет ему подыграть? Можно подготовить какие угодно планы, но вряд ли Москва захочет сейчас Шольца служить. Шольц уже одной ногой там. В политическом потустороннем мире. И Москве нам более выгодно сейчас ждать смену правительства, ждать политического кризиса, который усугубляется экономической рецессией Германии. И делать ставку на абсолютно новых людей. Иначе это в том числе будет выглядеть как продажа, как предательство союзников, потенциальных союзников, возможно, Москвы, в Германии тоже. Поэтому Шольц попытается изобрести максимальную активность, но мне кажется, что поле для его маневра ограничено. И в какой-то мере он уже потерял время, когда это могло быть актуально, когда он мог бы хорошо очень разыграть эту тему. Руслан, согласитесь, что за время полномасштабной войны сколько мы раз встречали подобных публикаций, материалов в зарубежной прессе, что вот, видит некий план, Украина согласится на территориальные уступки. Смотрите, после заявлений Меркель о том, что все минские соглашения были нужны только для того, чтобы потянуть время, это не так абсолютно. Но Меркель это сказала, чтобы оправдаться. Доверие между российской и немецкой дипломатией разрушено вновь. Очень сложно представить себе, что Германия может сыграть какую-либо ключевую, не вспомогательную роль в этих переговорах. Кстати, хотел бы добавить, помните, по заявлению туда-туда Нуланд, Нуланд сказал, что мы вот не знали, что шли переговоры. Это неправда. Я помню прекрасное заявление Белого дома, которое поддерживали переговоры между Украиной и Россией. Причем многократные. Неправда. В этой части, честно говоря, по мотивам Станиславского, уважаемого Руслан, ну вот Нуланд, не веришь. Ну вот не веришь, что вы там, мол, сидели в какой-то соседней комнате и ничего не знали, не слышали о хуйни переговорах. Это стратегия еще с Минских соглашений. Это еще со времен Минских соглашений стратегия, когда США напрямую не вступают в переговоры для того, чтобы иметь в этом возможность отбросить любые их результаты, не принять их результаты. Не надо нас кормить этими печеньями. Да, да, да. Мы это прекрасно понимаем, эту ситуацию. Я когда Самуэля Чарапа, одного из ведущих аналитиков Рент, об этом спрашивал, он мне сказал по Минским соглашениям, что это потому, что Германия была против. Германия сказала, что сама все порешает. Ну, выглядит как, ну, мягко говоря, ну, очень натянута. Вот не верю, да. Вот Станиславский там машет, прыгает за кулисами и кричит, не верю. Ну, а по поводу новой Ялты, старой Ялты, напомню, что Нулан также сказала, что Штаты ни при каких обстоятельствах не будут подписывать с Россией и Китаем новую Ялту, по всем оценкам. Ялта была не очень хорошей сделкой для Америки, и нам не следовало ее заключать. Это привело к 70 годам холодной войны. С чего бы это вообще считать хорошей сделкой? Это стало плохой, нестабильный мир. Ну, в Ялту вообще американцы не могут сейчас ехать, потому что это означало бы признание аннексии Крыма. Ну, это мы там шутим. А если говорить серьезно, это заявление о том, что каких-либо стратегических договоренностей с Россией мы подписывать не хотим, мы будем категорически против выступать этого процесса и торпедировать этот процесс. Нам нужна не Ялта, нам нужен Пекин. То есть это Трамп готов подписывать Ялту. Евроатлантисты, демократическая партия готовы подписывать пекинские соглашения, договоренности с Пекином, с Китаем, направленные в свою очередь против России. Ну вот я объяснял, тут стратегическая разность в этих подходах. Кроме того, таким образом, ну, мне кажется, пытается удержать старую рамку геополитическую, при которой для США нет необходимости подписывать ни с кем никакие договоренности. Ну, не скажите, с кем какие договоренности в сфере безопасности подписала США после распада Советского Союза. Ну, так, чтобы серьезные. Ну, а укус можно считать, но там такой слабенький документ. Это во времена Советского Союза США подписала договоренности с Южной Кореей, с Японией, создавала НАТО. То есть время, когда США брала на себя серьезные геополитические обязательства, время, когда США расчерчивала мир на линии влияния, для демократов далеко прошло. И они не хотят никого, ни Россию, ни Китай, ни Турцию, ни Индию признавать в роли геополитического игрока принципиально. То есть мы против любых льялт с любыми игроками. Но, возможно, договоренности за кулисами. Какие-то, знаете, шахер-махер вот такой. За кулисами, неформальный, непризнанный. Да, да, вполне возможно. Но это попытка удержать старую рамку. Хватит ли силы в спине? Вопрос стоит. Не сломается ли спина под этой рамкой новая, которая формируется новыми амбициями новых стран? Ну, вот это открытый вопрос. Трамп считает, ребята считают, что не хватит. Демократы считают, что еще можно побороться за рамочку. Шахер-махер туда, шахер-махер сюда. Мы с вами тут обсуждаем переговорные дипломатические различные треки. А министр внутренних дел Литвы говорит, что в начале октября будет подготовлен национальный план массовой эвакуации. Ведь война в Украине продолжается. Им тоже нужно укреплять гражданскую защиту. По словам министра, этой работы недостаточно на национальном уровне. Поэтому будет происходить сотрудничество с другими странами Балтии. Возможно, понимаете, я смотрел несколько моделей, например, эскалации конфликта. И большинство этих моделей предусматривают кризис вокруг Калининграда. Вот так. Я не буду глубоко туда заходить. Что сразу превратит Балтику в зону боевых действий. Это модели эскалации. Если случится эскалация, если дальше стороны будут нагнетать, 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 война будет расширяться, станет угроза применения ядерных средств. Поэтому это правильная мысль. Абсолютно, мне кажется, министра иностранных дел. Эти страны должны быть готовы к эвакуации, к серьезному военно-политическому осложнению в случае эскалации противостояния между, условно говоря, северо-западом и северо-востоком. Западные спецслужбы по-прежнему делают ставку на раскол внутри российской элиты и внутреннюю дестабилизацию в России. Такой вывод можно сделать из заявлений главы британской разведки МИ-6 Ричарда Мура и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Оба руководителя спецслужб считают, что Курская наступательная операция вызвала вопросы среди российской элиты относительно смысла войны и к чему это все приведет. При этом оба они отметили, что сейчас нет никаких признаков того, что власть Путина ослабла. Но было бы неправильно путать крепкую хватку власти со стабильной хваткой. Тем более, что Курское наступление сделало конфликт достоянием простых россиян. Россиян слишком рано говорить о том, как долго украинские войска смогут контролировать занятую ими российскую территорию, несмотря на угрозы для Запада, исходящие от России, а также риск возникновения конфликта на Ближнем Востоке. Барнс и Мур подчеркнули, что самой большой проблемой для них является не усиление России, не ее присутствие, а усиление Китая. Да, абсолютно точно. Но тут эта риторика тоже интересная. Сейчас мы ее нестандартной, может быть, даже обидно, жестко проанализируем. Если ничего не происходит на фронте, конечно, тогда можно сказать, что мы все делаем для того, чтобы что-то происходило внутри. Но оно пока не видно, понимаете? Но эта попытка может быть выдать желаемое и задействительное. Мне кажется, что проблема... Да, проблема сейчас у нас откроет дверь. И проблема этого подхода в том, что это неправильная оценка ситуации в России. Какая-либо сила или какие-то возможности России сегодня кроются не в российском режиме. Поскольку, напомню, что российская власть, хотя она и выглядит сильной, но далеко не самая сильная за историю. Пригожинский бунт показал, насколько хрупко именно государственное управление внутри России. Способности современной России кроются не в этом. Они кроются во внутреннем консенсусе. В социальном консенсусе. При котором Пригожин может дойти до Москвы, а дальше сделать ничего не может, потому что его не поддерживают. В попытке разрушить российскую власть, понимаете? Она кроется во внутреннем консенсусе, вот на отношении того, что надо дальше воевать, надо дальше бороться за подвраг. Так, да, есть оппозиция 20%, но это меньшинство, причем непассионарное меньшинство. Пассионарное меньшинство как раз ультрапатриотическое, которое выйдет, задавит даже непассионарное большинство в случае ухудшения внутренней ситуации. Поэтому условная крепость России современная не в Путине, даже не в Кремле, а в сформированном ими внутреннем консенсусе. Вот представьте себе, что мы сегодня проснулись, а с Путином что-то случилось. Он живой человек, он не проснулся утром. Как вы думаете, повлияет ли это как-то на войну? Россия пойдет сдаваться или оставлять украинские территории? Не вижу причин. Поэтому недооценка вот этого фактора, упрощения максимально. Это характерно было со стороны России в отношении оценки Украины, за что они заплатили в начале войны по полной. И это характерно со стороны Запада в отношении России. Непонимание вот этого процесса. Ну и эта риторика, вот говорю о том, что мы страшные и могущественные. Да, мы страшные и могущественные, но мы вот там... Нечего на стол положить видимого. Поэтому приходится говорить о том, что внутри. То есть об изменении из России внутри. По поводу неправильных оценок, я думаю, что вы помните, мы с вами в прошлый понедельник обсуждали статью бывшего аналитика ЦРУ. Фамилия, по-моему, у него Шредер. И он свое видение опубликовал на страницах Foreign Affairs. И там был совет им дан. Давайте мы дождемся, когда Путин уйдет, и тогда решим свои вопросы. Вот тоже мнение, что Путин уйдет, и тогда появится вот это окно возможности, какая-то опция, чтобы разрешить ту ситуацию, в которой оказалась Украина, в которой сейчас живет мир. Глупость. Потому что откровенная глупость и упрощение для того, чтобы people have all. Примитивно. Примитивизация. Как вы думаете, почему Россия во время российско-грузинской войны не пыталась убить явно Саакашвили? Как вы думаете, почему Россия в начале этой войны не приложила все свои усилия для того, чтобы попытаться убить наше политическое руководство? Потому что если с ним что-то таким образом случится, оно войдет в историю героями, и вместо него вырастет новое руководство с такими же, даже хуже взглядами. Тут не важно, кто уйдет. Важно, как, в каких условиях будет уходить человек. То же самое и для Запада, на самом деле. Для серьезных людей. Есть понимание того, что намного важнее и вообще принципиально важно заставить Путина пойти на какие-то договоренности с Западом, уступить часть своих интересов, нежели свергнуть Путина, породив еще больший запрос социальный на реванш, еще более радикального лидера. Я надеюсь, понятно это. Поэтому очень важно заставить жевать галстук, потому что, а не убить. Это бессмысленно. Президент, жующий галстук, потом приводит к смене курса страны. Я напомню, о Грузии мы говорим сегодня. А президент просто убитый, ликвидированный, ушедший. Не факт, что повлияет на смену курса страны, может быть даже хуже в части внешних отношений. Поэтому это такая примотивизация, попытка или выиграть время, или каким-то образом подыграть общественному сознанию, установить какие-то сроки. Но судя по тому, сколько лет сегодня президенту США, Путин еще десяток лет может править. Понимаете, это очень долго с точки зрения этих жертв, которых истощение, уничтожение и разрушение, которое несет с собой вот эта война. Руслан, если возвращаться в начало нашего с вами сегодняшнего стрима, я так понимаю, что в ближайшие недели, так, две, три, я не буду говорить, как Джозепп Боррель, они определят исход войны, но все же они будут достаточно важными, беря во внимание и Генеральную Ассамблею ООН, как бы кто бы не относился бы к ООН, но это событие произойдет, и готовится визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки, его встреча с Байденом, и я так понимаю, что будут также и переговоры с Трампом? Наверное, может быть, если Трамп захотеть встречаться. Но может и не захотеть. На месте Трампа, наверное, есть смысл встречаться, чтобы показать, что он действительно может влиять на Украину, на украинского лидера, но может быть не захотеть. Зеленский наивно надеется, что Трамп представитель вот этой детской политики, вот такой инфантильной политики, с которым команда Зеленского встречалась, и очень эффективно с ними работала в Европе, в многих странах мира. Услово говоря, это политик, который выдвинут системой, которого поддерживает система, и он... Очень много сейчас на Западе этих политиков сытые времена, хорошие времена породили очень слабых людей. Это правда. Трамп же самоделка. Self-made man. Трамп же не представитель системы. И Трамп может в лицо... Трамп, во-первых, наверное, не вызвать у него какую-то эмоцию фотографиями детей, смертей, разрушений, что влияло на западных наших союзников, на их лидеров государств кардинально. Трамп к этому может оставаться равнодушен. И Трамп может быть очень прямолинейным, причем негативно прямолинейным, вспоминая историю взаимоотношений между Зеленским и Трампом, их командами в 2020 году. И эта встреча может пойти не по плану, так как это работало с другими лидерами абсолютно. Я бы много дал, чтобы хотя бы одним глазом, одним ухом присутствовать на этой встрече, потому что она может быть очень крайне откровенна. И наши предстандартные приемы на этих встречах могут не сработать. Руслан, не могу, конечно же, не спросить у вас, вашего мнения, понимания, даже если говорить о каких-то ощущениях по поводу тех кадровых перестановок, которые произошли в структуре Кабмина, в структуре Офиса Президента. Все это случилось после того, как наша делегация слетала в Вашингтон. Мы знаем, какие там вопросы обсуждались, беря во внимание публичную информацию. Ну а затем началось то, что началось, и я бы не сказал, что это всех нас удивило, потому что слухи о кадровых перестановках, если мы говорим о том же министре иностранных дел, они были еще весной этого года. То есть вот эти отставки, это было дело времени. Но после визита нашей делегации в Вашингтон, вот этот процесс и запустился. Почему он запустился сейчас? Как вам эти отставки, как вам новые назначения? Потому что вот ротация Кабмина без смены премьера, но есть множество вопросов. Тут есть трагические и тактические причины. Тактическая причина, почему именно сейчас спешили, потому что уже до 15 сентября надо подать проект закона о государственном бюджете Украины на 2025 год. Для этого нужно полноценный состав правительства, каждый из министров которого сделает бюджетный запрос, а главное, что покажет и постарается привлечь деньги наших западных союзников, партнеров. Понимаете? Нужен полноценный состав правительства, лицо правительства, чтобы написать проект закона о госбюджете, он там пройдет комитет, потом МВФ. Несколько стадий. Это тактическая причина, самая такая простая. Стратегическая причина. Похоже, в Вашингтоне сказали, ну мы не против, вы там сами занимайтесь. Но особого, знаете, вдохновения, особого позитива, мне кажется, у западных союзников эти изменения не вызвали. Не вызвали. Особой радости, поддержки этим изменениям я не наблюдаю. Да, расширил свой круг полномочий, условно говоря, Стефанишина, да, уволили Ростислава Шурмова, но многих людей, которые Запад хотел бы убрать, в отношении которых у Запада есть негатив, они остались на своих местах. Поэтому вот эта старая колода замасленных карт с одной на этих карманах перекочевала в другой, с офиса президента в правительство, с правительства в офис президента. Целью было, сформировать полноценное правительство, целью было снять социальный негатив. Потому что правительство имело 73% антирейтинга, 73% украинцев, там по КМИСу, кажется, в июле этого года, негативно относились к правительству. Правительство себя исчерпало, как промокашка, как буфер, все эти негативные рейтинги ложились на плечи уже президента. Целью было подзакрутить гайки, которые расшатались. Потому что в том старом правительстве, о переформатировании которого говорили 7 месяцев как минимум, очень много стало министров, которые или перестали работать, или стали чаще ходить в посольства западных государств, нежели в офис президента. То есть, просто из-за тяжелой эксплуатации этого механизма некоторые гаечки подраскрутились, подрасшатались. Необходимо было подзажимать эти гайки, убрать социально негативно некоторое время, перезагрузить правительство под бюджет с надеждой на то, что возможно, возможно, западные партнеры оценят это обновление правительства и окажут больше финансовой помощи, добавят какие-то дополнительные пакеты. Я слышал такую версию. Запад настаивал на кандидатуре Оксаны Маркаровой в должности премьер-министра. Наши же власть-придержащие хотели видеть у руля Юлию Свериденко. Мы возили Юлию Свериденко в Вашингтон на смотрины, но что-то не сложилось. Что-то не сложилось, и поэтому решили, ну, так не достанься ты же никому, пусть остается шмыгар. Поэтому уже решили не менять коня на переправе, тем более, что он все равно не определяет, куда тянуть телегу. По поводу Дмитрия Кулеба. Британское издание за оконным мест писало о том, что президент Зеленская решил его уволить, потому что не хватило энергии в решении вопроса о разрешении наносить удары дальнобойным оружием. Ну, одного Кулеба убрали, второго назначили в правительство. Я пошутил, что они братья по разуму, люди пишут, Бортник назвал Кулебу братом. Ну, такое. Знаете, смотрите, с одной стороны офис президента пытается усилить контроль над хозяйственными процессами, которые курирует правительство. С другой стороны, мы понимаем, что если мы говорим о Кулебе втором, о министре иностранных дел, что два министра иностранных дел в одной стране не может быть. И в какой-то мере Кулеба тоже пытался играть иногда самостоятельную роль. Самостоятельную роль пытался, знаете, амортизировать агрессию, такую политическую, негатив, который летел в сторону наших западных союзников, переводить ее на такого спацанского языка, переводить его на дипломатический язык, когда общался с союзниками. И из-за этого ему меняли то, что он слабый, мягкий, не добивается тех целей, которые ставит перед ему офис президента. Это тоже была причина его увольнения. Ну и под него уже давно закопали мину, я говорю о Сибиге, который еще весной пришел на первого заместителя министра иностранных дел и уже готовился перебирать эти полномочия. Было понятно, что отставка Кулебы неотвратима в этой части. Это как раз пример того, когда гаечка раскрутилась немножечко от эксплуатации. Хотя все это правительство, те люди, которые отставлены в этом правительстве, они были притарианцы президента, притарианцы, условно говоря, главы офиса президента. Но идет время. Где-то кто-то устал, как малюсика, например, где-то кто-то уже начал посматривать в другие руки, как некоторые министры по экономике и все остальное. Где-то кто-то решил, что он может играть более самостоятельную роль, но он все же министр. Поэтому пришлось эти гайки докручивать. Руслан, и давайте также обсудим, проанализируем ситуацию, которая сейчас складывается на фронтах российско-украинской войны. Опять же, экономист пишет о том, что ВСУ на прошлом деле удалось частично стабилизировать фронт под Покровском, при этом россияне развивают наступление на Курахово, угрожают окружениям. Правда, наши военные говорят, что слова Сырского, слова Зеленского о том, что наступление остановилось, замедлилось, это неверно. Оценка наступления продолжается. Давайте как раз с Покровской и начнем, что там сейчас происходит. Россия пытается динамично развивать наступление с этого Авдеевского плацдарма и постоянно меняет направление главного удара. Напомню вам, карту, надеюсь, видно? Карту видно? Я вижу, сейчас посмотрю. Да, карта есть в эфире. Да, карта есть в эфире. Напомню, что изначально надо укрупнить еще секундочку. Сейчас укрупню еще эту карту, потому что тут не видно. что изначально после прорыва под Очеретино, ну Авдеевка потом была Очеретино или Очеретино, российская армия наступала на воздвиженку, пыталась перерезать трассу Покровск-Константиновка, вот сюда, помните, мы говорили? После того, как сюда перебросили боеспособный украинский резерв, российская армия перестроилась наступать на сам Покровск, вот Гродовка. Пошли удары на Гродовку, пришел захват, пошел удар на Красный Яр. После того, как мы тут, вы знаете, немножечко подшили фронт, выстрелили линию обороны, они развернулись на Новогродовку, захватили сам город и начали наступление на Селидово. Как только мы укрепили Новоселидово, этот район Новоселидово, тут на самом деле держатся два террикона, вот один, вот в этой части кажется второй. Вот за счет них Россия не может наступать с Новогродовки. После того, как мы укрепились вот это направление, Россия начала загибать на наступление южнее, вышла Герник и Украинску. Фактически начались бои за Украинск и российская армия вышла к этому Гернику. Сейчас это постоянно смещает направление удара. Параллельно, напомню, российская армия начала наступление под Углидаром, захватила Водяное, сегодня стало известно, но она захватила несколько дней еще назад. И вот с района Причистовки пытается окружить Углидар, сейчас покажу. Пытается наступать на север, пока не удается. Вот это район Причистовки. И через Водяное пытается окружать Углидар, вот здесь идет где-то последняя трасса хорошая, пытается перерезать эту трассу, которая осталась где-то 5 приблизительно километров. Как только эта трасса будет перерезана, оборона Углидара потеряет какой-то смысл, длинная оборона потеряет какой-то смысл. Постоянно идет раскачка фронта. Были также удары на Купинском направлении, напомню, там тоже идет постепенное продвижение, но сейчас опасная, самая опасная ситуация складывается в этом районе. В районе Кураховки, Курахова, Ерныка, Украинского, поскольку в России тут есть опция. С одной стороны, она заняла Невельская и занимает постепенно весь этот карман. Весь этот карман она занимает, его уже оборонять практически невозможно. После занятия Невельского и северной части Красногорики с другой стороны, она может попытаться окружить большую часть наших войск ударом не на Гернык, а если удастся укрепиться в Украинске, ударом мимо Герныка к водохранилищу, к Кураховскому водохранилищу и к тут идет речка Вовча, кажется, она называется, попытаясь отрезать всю эту нашу группировку. Если удастся выйти к Бересты или Инке, вся эта группировка, включая несколько небольших городов, окажется под угрозой окружения, и мы весь этот район можем потерять. Сейчас мы теряем этот Невельский выступ, понятно, но ситуация может ухудшиться, если российская армия удастся продвинуться мимо Украинска, мимо Герныка, в эту пустоту, где мало населенных пунктов. Вот таким образом сейчас видится статический замысел, но как только мы снова же таки выстроим тут оборону, что мы собираемся, насколько я понимаю, делать, обороняя эту агломерацию, то они снова куда-то ударят в другом месте. То есть они снова будут искать, откуда мы сняли резервы, как это случилось под Углидаром, для того, чтобы снова ударить в другом месте. Я не исключаю, что снова начнутся бои под Воздвиженкой или где-то еще. Полностью остановить вот это российское наступление на Покровском направлении мы не можем. Оно постоянно меняет удары влево, вправо, в лоб, на север, на юг. Полностью выстроить линию обороны, эффективную линию обороны по всему этому выступу мы пока не можем, об этом говорят наши военные. Скажите, пожалуйста, а какое примерное количество сейчас локальных наступлений ведет Россия на украинской территории? Мы можем посчитать по стрелочкам локальных ударов, это отмеченные за последние сутки, но не менее 15-17. Не менее 15-17, достаточно большое количество. Кроме того, под Курском Россия заканчивает монтировку контрнаступательной группировки, я не исключаю, что ближайшие 2-3 недели она начнет свое контрнаступление на Курском выступе. Сейчас покажу нашим зрителям под Курский выступ. Российская удалось забить вот тут есть Шепетуха, населенный пункт, к сожалению, он у нас не отображается нормально, вот он, это последние дни, она готовит наступление на Курском направлении, скорее всего, подойдет с этого района и пойдет во фланг нашей группировки, я думаю, вот отсюда на Суджу. То есть тут монтируется контрнаступательная группировка. Остается проблемой Купинское направление, где каждое вот Купинск сам, видите, где до перерезания нашей группировки на левом берегу реки Оскол осталось всего лишь ничего. Осталось там, ну тут 4 километра, говорят, на месте что-2 мне наши военные говорят, ну тут я в речку немножечко залез, да, ну видите, 3 километра. То есть если вот с района Песчанова российская армия займет вот район Калисники Синькова, то тогда вот вся наша украинская армия, которая находится на левом берегу Оскола в районе Купенской и в районе Боровой кажется разрезанной две части. Это не катастрофа, но связанность между группировками ухудшится и соответственно вероятность потери этих значительных участков на левом берегу Оскола вырастет. В целом Россия пытается сохранить давление по всему фронту. Видите сколько стрелочек на разных направлениях. Сохранить давление по всему фронту, считая, что Украина совершает авантюру в Курской области и таким образом ослабила свои резервы по многим направлениям, Россия сейчас пытается найти те места, откуда эти резервы были сняты и занимать эти территории. Если говорить о факторе сезонности на войне плюс фактор погоды, насколько погода может быть? Две недели еще. Еще максимум три недели можно будет наступать по полям спокойно, потом снова доминирующую роль начнут играть дороги с твердым покрытием, потому что начнется перепутиться, распутиться в полях и будет бахнуть. Будет уже очень сложно наступать или оборонять эти территории, не имея дороги. Вот поэтому, например, ситуация угледара важна. Сейчас покажу ее. Видите? Вот водяное, вот угледар. Вот последняя нормальная дорога на угледар. Твердая. Если россияне ее перережут в ближайшие две недели, удержать угледар будет практически невозможно, потому что да, тут есть полевые дороги, но в октябре пойдут дожди, их развезет и все. То есть мы потеряем этот район угледара, если им удастся перерезать дорогу с Богоявленки на угледар. Поэтому распутиться играет роль. Кроме того, падает зеленка, через месяц где-то начнет падать активно листва. И как наступать, так во многих случаях обороняться в зависимости от рельефа местности станет сложнее. Та сторона, которая будет владеть высотами, терриконами, будет проще. Та сторона, которая будет находиться где-то в более невыгодном статистическом положении, будет отступать, потому что обороняться станет сложнее без зеленки. Скрытно как подобраться к врагу, так и скрыть укрепление, оборонительное укрепление, будет сложнее. и мы помним, что как раз в эти периоды без зеленки у нас случился и Авдеевка, и Бахмут. Все это играло очень важную роль погодные условия в том числе. Но если говорить о ракетно-шахетных ударах, то ближе к зиме таких ударов скорее всего станет еще больше. Да, и скорее всего это будет связано и с иранским пакетом. Мы же видели, что фактически депутат иранского парламента подтвердил передачу России, скорее всего, сотен единиц иранских ракет ближнего и среднего радиуса действия. Это означает, что пограничные и прифронтовые украинские регионы могут оказаться под ударом. Очень опасная ситуация сложится, я думаю, для Запорожья, для Днепропетровской области в связи с этими иранскими ракетами, для нашего погранича. Но это означает, что потенциально России высвободятся те же самые Искандеры дополнительные, которыми она сможет бомбить глубину территории. Ожидаем, к сожалению, зимой максимальную интенсификацию ударов с попыткой действительно создавать новые блэкауты в Украине, таким образом останавливать работу промышленности, социальную жизнь, формировать гуманитарную катастрофу, формировать недовольство властью внутри страны и разочарование ходом войны. Дорогие друзья, Руслан Бортник, известный украинский политолог, был сегодня вместе с нами в рамках традиционного понедельничного стрима на Политеке. Руслан, как всегда, спасибо вам за содержательный разговор. И вам спасибо большое, Вадим. Благодарность нашим зрителям, слушателям и подписчикам нашего канала, особая благодарность тем, кто смотрел это интервью в прямом эфире. Наперед говорю спасибо тем, кто уже посмотрит записи, если еще не подписаны на Политекум, подпишитесь, лайк поставьте и на авторский канал аналитический, Руслан Бортник в Ютюбе, также прошу всех вас. Подписаться самое главное, берегите себя и все будет хорошо. До свидания, друзья, все проходит.